И также, те кресла, которые вы видите в самом начале марафона, такое белое и черное кресло от DX Racers, вы можете привезти их с 30% скидкой, так что мы специально до вас посидели на них как можно меньше и сразу же вернули им, ну на самом деле это из-за переезда, но тем не менее вы можете до сих пор приобрести эти кресла с 30% скидкой. Вот, вот ссылка, если вы по ней перейдете, мы будем очень благодарны, потому что на самом деле это помогает нам существовать, мы уже третий год проводим все в минус, это первый год мы проводим не в минус, это все очень круто. Вот, и также второй наш спонсор, а да, кстати, еще по поводу вот Топ Компьютер, вот их реклама, вкратце, она продержится, уже 30 секунд, не волнуйтесь. Видите, они сотрудничают много с такими компаниями, это в первую очередь DX Racer, MSI, SteelSeries, Republic of Games, Nvidia, Intel, Unreal, у них, кстати, хорошие цены, я посмотрел, может быть, сам у них будут. Я раньше пользовался RegiArt, компанией, может быть, я думаю, Топ Компьютером теперь буду пользоваться более активно, при заказе запчастей для ПК. Вот, также у нас есть вторая компания по названию MSI, MSI Компьютер предлагает игровые решения для всех геймеров, которые хотят играть так, как удобно им, Мощнейший десктоп, игровые компоненты высокого качества и ноутбуки с графикой уровня десктоп, то есть их свежее пополнение для танкистов MSI, GP-62M World of Tanks Edition. Спасибо MSI, что помогли нам найти помещение, но, к сожалению, помещение нам не до конца подошло, но они не очень старались, и тем не менее, она помогает другими способами. И вот их последняя реклама, я думаю, это последний слайд, который будет в данный момент, и после этого будет Diablo 2. А, нет, извиняюсь, ее не будет, она будет после Diablo 2 рана, отмечается в Diablo 2 рана. И так как набрали пожертвования на имя персонажа, победил Крис Уилсон, поэтому... Кто не знает, почему Крис Уилсон, я в курсе просто. Это мем какой-то локальный. Ну, видимо, да. Видимо, очень локальный. Крис Уилсон, это, не поверите, ведущий дизайнер Path of Exile. Игра, которая почти что Diablo, но не Diablo. Такой троллик, на самом деле, дикий, потому что Diablo 3 и хуже, чем Path of Exile. Итак, мы увидим спидран на классе Ассасин. Мировой рекорд держится на Сорке. Она же Сорсерос, она же Волшебница. Вот, прохождение спидраны за разные классы достаточно сильно отличается. И нам объясняют различия в трех ветках развития Ассасинки. Первое, это Трапс, ловушки, по сути, медленные Проджектайлы, которые взрываются, замораживают и прочее. Берем в руку Даггер, Кинжал, потому что у Кинжала самая высокая скорость атаки. Первый же талант, который мы прокачиваем, это небольшой взрыв, АОЕ-взрыв. Сейчас, естественно, отпиваемся, потому что умирать мы не хотим. И, по-моему, Крис Уилсон, для тех, кто интересен, почему его назвали в Path of Exile, мы назвали персонажа Крис Уилсон, и оказались прав, потому что ссылка к Path of Exile. Вторая очка талантов также уходит в первый талант в ветке Трапс. И, я так полагаю, следующие пять очков в навыках уйдут в энергию, потому что Ассасинка — это тот класс, у которого всегда не хватает маны. Равно как Сорке, волшебница. Поэтому начальная игра за Сорку и за Ассу достаточно очень сильно похожа. Сейчас мы будем продвигаться к пяти камням, вот этим пяти камням, по пути, собирая как можно больше опыта, потому что в большей части игры уровни мобов и силы мобов прибиты гвоздями, они не меняются в зависимости от вашего уровня. Забираем храм опыта. Увеличивает количество получаемого опыта на 50%. Ни в коем случае не пропускаем синеньких редких мобов, потому что с них падает гораздо больше опыта, чем обычно. И в основном мы проходим... Ну, мы проходим на категории нормал, и в основном на нормале вам нужно 20 уровень, чтобы закончить ран. Это самое оптимальное, что вам нужно набрать за весь поход. Немного расчищаем пачки мобов. На одиночных тратить время и ману смысла практически нет, потому что они... Ну, несразмерно получаемые прибыль, так скажем, и затраты. В кооперативном прохождении люди иногда даже добираются до гробницы Тау-Раши, для того, чтобы поднять там лучшую экипировку. И поговорим о фреймах. Диабло всегда работает на 25 фпс в подземельях, и вообще всегда на 25 фпс. Лишь иногда поднимаюсь больше. И скорость атаки, скорость передвижения, скорость практически всего завязана именно на фреймах. Вот, соответственно, в течение прохождения мы будем стараться находить оружие, руны и прочее для того, чтобы увеличивать скорость атаки, для того, чтобы увеличивать скорость передвижения, по сути, просто будем уменьшать количество затрачиваемых на это фреймах. Примем, что кинжал, который находится у нас в руках, имеет ускорение атаки в 20. И после этого, вот это вот уже увеличенное ускорение атаки будет вкладываться с тем, что мы найдем, с той экипировкой, что мы найдем. Так, мы нашли башню графини. Мы должны сначала найти два храма. Надеемся, что они будут достаточно близко. Находим храм опыта. К сожалению, у нас достаточно большое расстояние между храмом опыта и порталом. Очень важно найти портал в черном болоте. Идентифицируем все, что нам нападало. Продаем все лишнее. Голда нам очень сильно понадобится. И основной источник голда для нашего прохождения — это предметы. Мы, конечно, будем подбирать голду, которая валяется просто так, но она не дает такого... Она является лишь небольшим процентом от всей голды, которую мы будем получать и использовать. Отец нас за голдой, которая валяется у нас за спиной, мы не будем возвращаться, потому что оно того не стоит. Дальше поговорим о тактике убийства графини. С графини падает достаточно мощный лут, с нее падают первые руны, и нам нужна одна очень конкретная руна. Поэтому если нам не повезет на дроп, мы будем выключать игру и загружать ее заново. Прокачиваем второй талант в кинжальной ветке, Blade Dash. Это такая замена телепортации у волшебницы. Также позволяет нам двигаться достаточно быстро. Быстрее, чем обычно. Соответственно, мы должны активировать ее лишь один раз, и дальше можно идти просто так. Считаем донейшены. Пускаемся на четвертый уровень Катаком. Если мне память не изменяет, то графини находится именно на четвертом уровне. Сразу понимаем, что прошли не туда. А, нет, на пятом. Все-таки память не изменила. Отпускаем мобы. Вов. И находим графиню. Графиню мы не будем убивать нашей маной, нашими скиллами. Мы вместо этого закидаем ее ядовитыми зельями, и будем просто от нее бегать. Соответственно, это самый быстрый способ убить графиню. Мы нашли одну из четырех необходимых рун. Рун Тау. Телепортируемся снова в Черное Болото, и будем снова убивать графиню. Потому что нам нужно найти много экипировки. Снова Блэйд Даш. Бежим под ускорением, забираем... Храм. Ладный. То есть, если вы еще не поняли, мы будем проходить это подземелье около трех-четырех раз, если все будет хорошо. То, зачем мы сейчас охотимся, та комбинация камней и рун, за которыми мы сейчас охотимся, соберет нам броню. Уникальную броню под названием Стелф. Это очень хорошая броня. Она дает плюсы ко всему подряд. Но самое главное, она дает плюсы к устойчивости огню, что пригодится нам при убийстве Мефисто, при убийстве Диабла и при убийстве Паала. Она дает устойчивость к ядам, что пригодится нам при убийстве оставшихся боссов. Поэтому мы просто обязаны. И зачищать графиню, пока не найдем все четыре руны. Более того, даже когда мы найдем все четыре руны, мы продолжим спускаться сюда, к графине, банально ради опыта. Многие из этих ребят будут дать 500% опыт, их и все их миньоны. Так что, в основном, я смотрю на все, как много этих групп, как я могу. И это не только будет в начале игры, это будет в конце игры, как это прогрессирует. Вот. Нужно учитывать то, что вот эти вот небольшие группы, группы мобов, которые находятся недалеко от босса, дают очень сильный прирост по опыту до пяти раз от обычного опыта, который вы бы получили за этих мобов. Снова прокачиваем Блэйддэш, Борст оф Спид. Снова тратим ядовитое зелье. Мы ищем рону Тир, рону Эф и еще одну рону. Снова читаем донаты, идентифицируем все, что есть. Если кто не понимает, зачем, то потому что уже идентифицированные предметы продаются за большую стоимость. И снова идем к графине. Продолжаем читать донаты, пока убиваем боссов. Я пока немножко расскажу про дизайн-карт. Дизайн-карт в Севдорандове. То есть он... Любая карта, все пять карт, которые мы встретим в игре, строятся из уже построенных кусков. Соответственно, все, что остается раннеру, это запомнить паттерны этих кусков. То есть знать, где один соединяется с другим, какой может соединяться с каким, и какой не может соединяться с каким. В пустыне нам потребуется держаться стен, потому что все ключевые объекты в пустыне находятся около стен, в пещерах. Болото Вестмарша, третий акт, Мефисто, может быть самым неудачным, самым длинным в спидране, потому что болота могут оказаться крайне запутанными. Это одна из тех причин, по которой Сорка, волшебница, является самым популярным классом. Дальности телепорта хватает, чтобы перепрыгивать через реки и через массивы деревьев. Очень сильно сокращая путь, который мы проходим в болотах. Снова убиваем графиню. Находим руну Тир. Нам везет на руну. Снова перезаходим в игру, чтобы графиня снова соспаунилась. Ладно, можно пока поговорить о Диабле в общем. ВК, почему третья Диабла не удалась? Кто сказал, что она не удалась? Ну вот, половина чатика. Ну не знаю, лично мне третья Диабла, та часть, которую Близзард раздавал за бесплатно, вполне себе зашла. Я не стал покупать полную версию третьей Диабла, потому что я бедный студент, и потому что предпочитаю шутаны. Но вообще, третья Диабла получилась неплохой, как мне кажется. А что ты думаешь о порталах и о DLC-шках, которые добавляют одного персонажа и стоят около тысячи? Это пинки в сторону Некроланта, да? Именно, именно, именно ты. Ну, во-первых, Близзарды обещали добавить не только Некроманта, но и пару новых подземелий, пару новых порталов. Так что они добавляют не только Некроманта. Во-вторых, это было на самом деле достаточно очевидным решением от Близзард. Помню, пак миссий для новой в Старкрафте, которая новая Коверт Опс, тоже дорогие, тоже чуть-чуть миссий. Ну, нам стоит только сказать спасибо, что они не продают новых персонажей для Овервотча. А система портала, тебя она устраивает как игрока? Вполне. Я не вижу в ней никаких проблем, как чисто казуальный игрок. То есть, если мы говорим о ком-то, кто охотится за лутом, охотится за опытом, им могут быть проблемы. Но лично меня все устраивает. Какой у тебя любимый класс в Дьяволе? Второй и третий. Сорка и сорка. Сорка и сорка. Я просто обожаю вот это мощное АОЕ, даже учитывая гигантские затраты по манне. Даже учитывая то, что у меня никогда нет свободной голды, потому что все тратится на зелье маны. Когда ты окружаешь себя мобами и потом просто берешь и выносишь их всех, это бесценно. Тем временем мы находим четвертую необходимую урону, Раул. Снова возвращаемся к графине. Нам все еще не хватает экспы. Сейчас нам везет на руны. Но если бы нам не повезло и мы хотим поставить ВР, то где-то в этом месте уже следует ресетать весь ран, создавать нового персонажа и так далее. Но с другой стороны, благодаря этому РНГ, каждый ран вполне может стать ВРным. Как подсчет. Тут система отличная от ранов Ганжина и Айзека, там где рандом есть, но раннер умеет контролировать рандом. Это влияет, но это всегда можно привести к рекорду. То тут РНГ не очень поконтролировать. Соответственно, из-за этого очень тяжело предполагать, очень тяжело прикидывать, насколько быстрым или медленным будет тот или иной ран. Потому что идеальное начало может привести в чудовищный лей-аут, чудовищное расположение болота Вестмарша. И все. И это снова ресет. Но при том, что раннер объясняет, насколько эта игра рандомная и насколько она вас ненавидит, он поставил стиммейт 1.50, при том, что его ран на Ассасине 1.31. Я думаю, это достаточно смелое решение, при том, что тут рандомная игра и там, где нужно фармить предметы. Ну а с другой стороны, что делать? Это ведь же 8 часов. И в финалку играем. Входим очень большой донат. Забираем еще одну урон тир. Снова сохраняемся. Можете заметить, у нас уже 10 уровень. Затариваемся зеленью маны. Продаем все подряд. В общем, к чему я веду насчет эстимейта. Чатик, если будет ВР, хайпим. Если будет оверстимейт, не жалуемся. И не трогаем его коленки. Он молодец. Да, фарм-урон закончен. Мы закончили с уронами. Мы нашли все 4 необходимые. Немножко поговорим о статах. Сила — это банальнейший урон с руки. Декс, ловкость — это скорость атаки и процент защиты. Вид, виталити, по сути, конституция. То есть, сколько у нас очков здоровья. Можете видеть, что мы очень сильно вложились в жизнь. И энергия. Сила магии и количество маны, заступные нам. Мы предпочитаем не вкладываться в энергию, компенсируя это большими тратами голды на зелье маны. Мы объясняли, почему он деггер качает. Да, это было в самом начале. У даггера самая быстрая скорость атаки. Если взять стандартный за один, то у даггера это почти 20. И, соответственно, эти 20 еще потом повышаются рунами, стелфом и так далее. Забираем характерический молот, потому что без него нам не пройти дальше. На квест с зачисткой подземелья мы скипаем. И, по-моему, по-моему, да, у нас был бидвор пасти Каина или оставить его в тристраме. Я каждый раз его спасал, так что даже не знал, что его можно там, в принципе, оставить. Но его можно. Его в итоге спасут другие люди, рандомные наемники. И Каин все равно привяжется к нам. Но идентифицировать предметы будет не бесплатно, а за 100 голды каждый. Вот приходится... Райнер говорит о том, что каждый раз приходится быстро принимать решение. Деремся мы с очередной группой мобов или пропускаем их. Это одна из групп, мимо которых мы побежим. Сказал, Райнер стал их атаковать. Сейчас вернусь. Мы находим, кстати говоря, секретную комнату. Много голда, но ничего действительно полезного. Если собирать всю голду, можно потерять много времени. Поэтому мы просто пропускаем все, что там есть, и бежим дальше. Нам нужно найти спуск в подземелье. Тихонько расчищаем мобов, получаем уже 13-ый, кажется, уровень. Тут Райнер сейчас рассказывает о том, как строятся и работают карты в третьем Diablo, втором Diablo. В этом всем я уже вам рассказывал о том, что там существует пресет, задизайненные заранее, куски, из которых составляется случайным образом итоговая карта. Я знаю, что там есть, или не один из них, но некоторые, которые у вас будут. Например, мы сейчас в катакомбе. Здесь нет ни одного из них использования, которые нам нужно делать. Здесь есть какие-то основные паттеры, которые я могу узнать, как я могу узнать. Соответственно, большая часть таких пресетей достаточно сильно похожи друг на друга, поэтому раннер просто идет вслепую, пока не увидит что-то знакомое, потому что у каждого такого пресет, давайте назовем их чанки, как в Майнкрафте, у каждого такого чанка есть какая-то отличительная черта. И дальше нужно опять думать и решать, идти дальше или... Или повернуть в другую комнату. Да, или повернуть в другую сторону. Спасибо, Кукустас. Я всегда тут. Ты же сказал, что отходил, как ты всегда тут. Нет, я уже пришел. У меня же есть на этот план. Скипов как таковых и гличей как таковых в Диабло либо нет, либо их еще не обнаружили. Поэтому весь спидран Диабло сводится к фарму опыта, запоминанию карт, быстрому принятию решений и экипировке. Ну, наверное, частичный перезаход в игру, в которой респит врагов, можно считать гличом, но это так очень натянуто. Да, это скорее игровая механика. То есть, ну не хранить же состояние каждого отдельного моба в памяти. Тогда просто тисковых пространств таких не было, а сейчас кому оно нужно? Да. 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 Забираем уже двенадцатый уровень. Синенькие мобы. Везет. Еще одна руна. Руна L. В спидране и для билда чего-то для спидрана бесполезная. Четвертый уровень катакомб. И мы подходим к боссу первого акта. Мы подходим... Да. Мы подходим к Андариэль. И мы будем юзать очень много ядовитых зелий и очень много ударов кинжалом, потому что единственный скилл, который мы забилдили... Единственный из трех скиллов, который мы забилдили, который может атаковать очень много. В общем, он завязан на огне, а у Андариэль устойчивость к огню. Вот мы ее убили. Быстро телепортируемся в город, чтобы восполнить себе здоровье и ману. И мы идем во второй акт, в Лут Галейн. Сап-29, второй акт, Хайк. Наверное. Да. Затариваемся зелиями, затариваемся пушками. Всего актов в простой Диабло 2.4 с дополнением Лордов Дестракшн 5. Там добавили Баала. Мы играем в Лордов Дестракшн. О, храп. Потицы сделают это плохо. Давайте просто вставляем несколько этих. Вставляем огненные ловушечки. Продолжаем расчищать мобов. Самое главное убивать кучками, чтобы быстрее. На одиночных врагов он не отвлекается. И как уже говорил Викей, мы идем по стенам, потому что так... Там больше лута падает, который нам нужен. О, 100% в Диабло 2? Такой категории в принципе не существует. Ну что, как измерять, сколько процентов игры мы прошли? Нет, такой категории нет. Такой категории нет. О, недавно найденные скипы. Давно найдены новые тактики, которые имеют под собой в основе работу с анимацией. То есть нам нужно будет канцелить и прочим образом ломать анимации атаки, анимации вообще всего подряд. В первую очередь все-таки атаки. Это самым лучшим образом работает на паладине и на варваре, двух персонажах, у которых самая медленная скорость атаки как есть. Самые медленные классовые оружия. Наверное, самая интересная категория второй Диабло это пацифист. Я, правда, не представляю, как она ранится, но она есть у нас в Патронкоме, и мировой рекорд по ней 2.57.10. Так что, кому кто заинтересован в пацифисте Диабло, можете зайти посмотреть. Да, это абсолютная правда, что вторая Диабло золочена на 25 фпс. В левом верхнем углу экрана можно увидеть счетчик фпс. Видим там стабильные 25. Я, честно, не знаю, почему разработчики решили сделать именно так, но они сделали лог в 25 фпс, и они завязали на количество кадров в секунду практически все действия в игре. Анимацию атаки, анимацию передвижения, и все. Куча еще у нас есть анимации. Да, зато в Патроне стабильный. Вот достаточно умное использование порталов в город позволяет нам не бежать под... Собственно, от города до места, до которого мы дошли. Я пока прочитаю верхнюю строчку правил про пацифиста. Вы не имеете права наносить, произведите любые действия, которые направлено наносят урон чему-либо, у чего есть лайфбар, то есть иконка, отображающая жизненную силу. По-моему, вторую дьяволу даже теоретически нельзя пройти на пацифиста, боссов же нужно убивать. Видимо, нашли как... Интересно. А. Не знаю, о чем я могу подумать, это заставить мобов убивать других мобов. То есть вот эти вот projectile атаки, или заманивания на ловушке, уже расставлены. А дается ли за это опыт? Не знаю. Очень. Надо будет посмотреть. Мне действительно интересно. Проходим характерический куб, он нам чуть позже пригодится. Так, использование ловушек тоже запрещено, и запрещено нанимать персонажей, которые могут нам помочь убивать монстров. А, вот, чат говорит, что есть ран, где чел не провел ни одной атаки, и все убийства сделаны щитом волшебницы, который срабатывает автоматически. Блин, круто. Есть еще аурашипов баллогина. Диабло 3 нету, пастофиста. Мы снова будем фармить босса, одного и того же. Наверное, мне раньше стало сказать, что проходится на паладине, чтобы вы не думали про Сорску. Ассасиньки. Конечно же. Сейчас мы проходим на ассасиньки. Я про пацифист. А, пацифист. Здесь на паладине. Угу. Очень много экспы получим сейчас, следуя эти подземелья. Это одна из самых сложных зон, за исключением джунглей в третьем акте. Переносимся в город, у нас кончаются зелья маны, нужно задариваться снова. Оставим в сундуке все роны, чтобы они не занимали место. Оставим кэш, чтобы не потерять его при смерти. Вот, то есть, нужно всегда быть готовым к тому, что умрешь. Затариваем еще зелья маны, где он будет искать армор с сокетами. По-моему, он его купит в конечном итоге. Ну, пока чат машнит на то, что это неправильная категория, и то, что это все через шипы проходятся, которые отражают урон. Мы не уверены, мы не смотрели ран пацифиста, и, по-моему, мы заинтересовали всех, включая нас самих, посмотреть этот ран. И убедиться, что все-таки проходит эта игра в пацифисте. Так что, пока не мошните на то, что мы вам неправильно говорим, мы говорим о том, что мы предполагаем, о том, что мы думаем. Запилить что ли на следующий ГС-марафон? Слушай, это идея. Надо будет об этом подумать. Но потом. Я так понимаю, в этом туннеле его блочат эти пауки, и ему приходится их убивать? Да. По-моему, он идет достаточно хорошо. Where is possible, как говорится. Ну, where всегда возможен. Сейчас мы выпадут в джунгли. Такие, что лучше бы вообще не выпадали. И все. И рип вэйнер. То, что вы сейчас наблюдаете, это не пацифист. Это не процент Нормал Ассайсен. Слева сверху написано, категория. Да, это именно прохождение Диабло 2 на время. Ты абсолютно прав. Тем временем, 4 тысячи вьюверов. Хайп. Хайп, хайп. Дальше. Ходим здоровенную личинку. Тот самый босс, которого мы будем постоянно фармить. Возвращаемся в город. Потому что яд может быть очень опасен. Лечиваемся. Снова затариваемся зельями. Очень правильно в чате ответили, то, что в разных играх пацифист трактуется по-разному. Так что, всегда лучше посмотреть на спитерном коме, какие правила. Есть ли категория без смертей? Именно категории нет? Да, категории этого нет, но это предполагается. То есть, ну, в общем-то, каждая смерть — это потеря по времени, это потеря лута, это Корпс Ран, чтобы собрать всю экипировку, которую ты там оставил. Ничего хорошего в смерти нет. Вот от этого, безусловно, можно подстраховаться, поставив портал в город прямо рядом с входом в подземелье, где ты сдохнешь. Предполагаешь, что сдохнешь. Вот, соответственно, помереть на открытой местности достаточно тяжело, то нужно быть совсем уж эсэморком. Насчет не умирать. Сейчас вы, скорее всего, видите Ран без смертей, надеюсь, Райнер меня услышит и не будет умирать, чтобы я был прав. И, скорее всего, не будет смертей. Надеюсь. Кстати, для совсем сморков уже 42-ю минуту Ранер в кольчуге, и на диванчике у него шлем с наушниками, микрофон. Это для совсем сморков. Уже все должны призаметить. Райнер говорит, что пока что нам везло на РНГ. Я с ним абсолютно согласен. Получить 4 нужных хроны за 4 убийства графини — это, безусловно, хорошее РНГ. В чате вижу вопрос, адресованный Golden Split. Пока читают донаты, я отвечу, что такое Any%. Это одна из самых популярных категорий в играх. Это значит, что вы должны любыми методами, исключая банальные читы, дойти до титров или до конца игры, обозначенного комьюнити, или до какой-то кат-сцены, которая является совершенными игры. Любым маршрутом, используя любые гречи и баги. Лучше всего пишите через собаку не на Golden Split, а на меня. Мой не в куст, я в чате всегда сижу, так мне будет лучше видно вопросы. Или на меня. Я только что писал в чате то же самое. Вот. Это цена. Мы, безусловно, будем читать вопросы вслух друг к другу, потому что отвечать на вопросы проще, интереснее. Все такое. Все-таки Teamwork. В чате пошла паста про или на меня. Да, Сайрусу тоже можно. Сайрус умный, Сайрус хороший. Сайрус ответит вам на вопросы, но не голосом. Сорку ни в коем случае не переставали брать на спидраны. Сорка все еще самый оптимальный класс для спидранов за счет телепортации. Просто вот этот конкретный спидран на марафоне Games Done Click будет, уже идет на Ассасинке. Соответственно, один марафон назад, год назад, это был Некромант. Так что вполне возможно, что как-нибудь потом, на будущих марафонах, мы увидим Исорку. Так, сразу вопросы пошли. Почему именно Ассасинкой проходит? Потому что это одна из категорий, и это второй по эффективности класс пока что. И Раннеру, видимо, он больше нравится. Либо он просто предложил на ГДК два класса и выбрали Ассасина. Ну, это один из двух классов, которые проходят эту игру быстрее всего. Опять же, Некор уже был. Так, потом еще. Есть категория проходения для всех уровней сложности. Да, но это разбито по разным категориям. То есть, такая-то сложность, такой класс. Такая-то сложность, такой класс. То есть, это все разбито на маленькие подкатегории. Каким образом отбирать спидранеров? Смотря куда. Да, если на ГДК, то Раннер присылает свой спидран на ГДК, его сабмитят, либо не сабмитят, и Раннер приезжает и показывает его. Не, на самом деле, про принципы и правила отбора лучше спрашивать у нашего дорогого аллигатора, потому что он, в отличие от нас двоих, уже проводил марафоны. Голден Сплит-марафон был в начале мая. Вот. Так что он, я думаю, пояснит критерии отбора, куда подробнее, чем это можем сделать мы. ВК, тут еще вопрос. Почему он не одевает героя? Потому что он создаст сам своими руками нужную экипировку чуть-чуть позже. Он уже нашел 4 необходимые руны для брони стелф. Он нашел, по-моему, все необходимое для Лиффа. Это, по-моему, это стафф. Соответственно, стафф, это у нас посох. Вот и мы потихоньку приближаемся ко второму боссу. Я спрашиваю, то есть, раны одним персонажем всех сложностей? Нет. Нет. Это заняло, скорее всего, очень много времени. И не очень смахивает на хорошую категорию, там, где нужно фармить, фармить и фармить. Да нет, это просто теоретически невозможно. Потому что на самой высокой сложности перво-смерть. Думаешь, сорка не получится? Там не легко, очень легко. Там даже сорка не выжает. Окей. Там никто не выжает. Соответственно, 5 часов пройти все сложности, какие есть, кроме самой высокой, а потом взять, сдохнуть где-то на болотах в первом уровне. Все. Минус 5 часов спидрант. Там еще. Наверное, для тех, кто только-только пришел. Моддеры вам отправляют команду с стейдом ДГ, что описывает, что тут происходит, но я это озвучу. Сейчас происходит благотворительный марафон с спидрантем. Мы проходим игры быстро. Начни не мы, это происходит в Америке. Мы комментируем. Это происходит раз в полгода, именно это событие. И тут проходят разные игры быстро. Собственно, у нас были Final Fantasy, у нас были Марио, у нас были Метроиды, сейчас у нас Диабло 2, только что был Titanfall 2. В общем, игры для всех. На любой вкус. Пошли вот эти вот мегаумные люди в чате. Комментаторы не шарят. Комментатор ничего не знает. Не шарят в чем именно, в спидранах или в Диабло? Слушай, я не знаю, надеюсь, что они не про спидраны. Или в вейпах. Я рад, что я не шарю в вейпах. Вай. Раз уж и речь о нас и о спидранах, можно посолоутиться. Тут сидят два спидранера, один... По-моему, оба спидран шутеры. Один плохие, другие хорошие. Думайте сами, кто какие. Я Сэму спидранлю. Он Call of Duty. В основном. Да, да, будут проходиться все пять актов. Потому что... Вот там слева-сверх написано Diablo 2 Lord of Destruction, значит, мы играем с дополнением, которое добавляет нам пятый акт и балла. PC-2000 рядом со временем, это год рекорда или игры. Это год издания игры. И консоль, на которой она проходит... Машина, на которой она проходит... Проходит до пятих... Платформы. Это называется платформа. Я так сказал. Пять актов проходят, потому что с дополнением Lord of Destruction. Тазблок был на этом... В ДК почему-то не завезли Тазблок. Потом спрашивают, оплачивают ли нам... Нет, мы сами себе оплачиваем пиаром друг друга. Так мы... На самом деле, мы бы это сделали без пиара, потому что... Это очень... Потому что это весело, во-первых, а во-вторых, это спидран. Это... Слабо развивающаяся... Слабо развивающаяся... Субкультура в России. Так что мы... Мы только за ее развитие. Свой марафон провели... Провели слабо. Ну... Ну, пока видишь, есть люди, которые спрашивают, что это такое. Ну, понятное дело, они и в Америке есть. Если раз в полгода, то известно, когда следующая дата. Ну, примерно через полгода, я думаю, зимой. Если вам не хватает такой точности, зайдите на сайт ГДК. Как раннер решает, когда драться, когда просто побежать? В чем дао? Ну, если есть куча врагов... Это опыт. Ну, то есть мы, безусловно, не будем драться, если враг один, если он простой, то есть не синий, не зеленый, не рыжий. То есть не имеет группы редкости, не имеет энчантов, он нам не нужен. Мы, скорее всего, пропустим случайные мимо группы врагов. Мы почти наверняка не будем пропускать босс группы врагов, которые находятся недалеко с боссом, потому что они дают большой перерост по опыту. Мы, естественно, не будем пропускать боссов. А в остальном это опыт и чутье. По-другому никак. Теперь мне пишут, попроси моддеров сменить VR, потому что там из Тейтанпола. Нет, на команду VR все хорошо, не знаю, чем мне это пишут. Надеются, что раннер успеет за час пройти остальные три акта. Успеет. Спрашивают про пинг, почему он иногда отличается от нуля. У меня тоже был такой вопрос, я не знаю, почему. Пока есть идея. Понятия не имею. Скорее всего, что-то связанное с движком. Кстати говоря, мы уже убиваем второго босса. Уже убиваем, по-моему, это Дури... Нет, вру. Это не Дурель, это... Как же его зовут-то? Я не помню. Талла Раша. Ну нет, нет, конечно. Талла Раша, это верховный маг. Ну окей. Нет, у него... Было имя, но я забыл. Это Дурель. А, все-таки Дурель, все-таки я правду. Ну окей. Ну, мы, собственно, уволены, да. Да, я вообще не шарю в Диабло, мы тут просто так сидим. Чего вы нас слушаете вообще? ВР не разделяется по классам. Не разделяется. При этом один раннер, прошедший на разных классах, у него будет учитываться только время лучшего класса. То есть можно прямо сейчас зайти на Speedrun.com, посмотреть таблицу для второй Диабло. Большая часть времен и учитывающихся мест будет на сорках. Кстати, уже пришли в третий акт, в болото Вестмарша. А раны на других классах с меньшим временем будут записаны, но не будут учитываться в таблице. То есть мы не будем учитывать их как занятые места. Да, он сидит в кольчуге, он на диване шлем. Шмот с сокетами бывает, да, именно для рун. Бройник с четырьмя рунами станет уникальным. Станет бройником Stealth, который дает бонусы практически ко всему, но самое главное это защита от яда, это защита от огня и это ускорение атаки. Считывая то, что мы используем кинжалы, ускорение атаки даст нам еще больший бонус. Будет очень хорошо. Кстати, раннеры выпадают пока что, достаточно неплохие джунгли. Будем надеяться, что дальше будет не хуже. И пока он ни разу не умер. Да, пока что ни разу не умер. Мне нравится его инвентарь, вот эти миллион монопоушенов. Кураст это город, который там находится, а саммита болота это Вестмарш. Так что и ты прав, и я прав. Никто не ошибся. Две руны на броню, две руны на кинжал. Нам еще понадобится кинжал Лив. Нет, он не кинжал, он Став. Я честно уже не помню. Когда-то давно пытался спидранить вторую Диаблу, бросил эту затею. Слишком плохо во всем этом оказалось. Меня только что спросили, есть ли спидран по пое, и я, в общем, сделал, как обычный юзер, зашел на спидранком и посмотрел. С этом сделал так же, и я ради вас это сделал. И да, есть, и на категорию AnyNormalHC, целых 11 раннеров, и это только на одну категорию. Да, там еще где-то в чате был вопрос, есть ли кооперативные раны второй Диаблу. По-моему, есть. Кстати говоря, на спидранком и нету. Угу. Просто раннер про кооперативные спидран говорил, что в кооперативных прохождении немножко отличается, что будем выбирать гораздо больше всякого лута, проще будет. Стелс, две руны, да, ты прав, я слегка ошибся. Еще две руны нам понадобятся на лиф. Тут, кто постоянно ошибается и шарит, это Викей, так что пишите ему. Мне не надо сказать, что я ошибаюсь, потому что я просто пытаюсь относиться нейтрально и ничего не делать. Нет, спидранов всех сложностей нет, потому что последняя сложность это пермасмерть. Вот, а так как сдохнуть там нелегко. Очень легко рипать ран на 5 часов, это... Ну, такая себе затея, если честно. Вот, а учитывая тот факт, что сторонние программы хаки не разрешены, мап хак поставить не получится, и ранить становится еще опаснее, поэтому просто никто не рискует. Я же там моргнул, и он умер. Я же там моргнул, и он умер, или это чат пишет про смерть? Нет, чат пишет про пермасмерть, потому что я так сказал. А, окей. Вот, и я точно помню, что пермасмерть есть. Персонаж просто остается в менюшке, его можно только удалить, в игру им зайти не получится. Dark Souls будет, Dark Souls следующий, по-моему. Третья часть. И знаете что? Он через полтора часа. Ладно, кто поймет, тот поймет. Если вы стимейт не уложите, то да. Ты даже будешь прав. И кто заходит на стрим и спрашивает, что это? Восстаетный знак G, команда для вас. Кто спрашивает, когда вставьте сюда ваш ран, для вас востоятельный знак R. Еще предлагают расширение рюкзака скачивать. Я прохожу динерану. Ну вот, собственно, я просто хардкор считал еще одной сложностью. То есть их четыре, а не три. Чат делает вид, что не поняли меня и пишут английскую Г. Мне кажется, чат, правда, тебя не понял, стоило уточнить, что мы говорим об английской Г. Да, они издеваются. Все они понятны, они умны, наверное. SM.org. Ну, тем временем мы все еще блуждаем по джунглям. Все еще продаем все подряд. И если вы видите в чате какие-то непонятные смейлы, которые у вас не грузятся, это значит FFZ. Можете ввести вставить знак FFZ, на этот раз английские буквы, и вам все объяснит босс, что тут происходит. Чат ставит восклицательный знак ЕГЭ. ЕГЭ? Угу, плохо. Я через это уже, к счастью, прошел, а вот ты должен пугаться. Счет и паришь страт. Почему бы и нет. Да, следующие акты короткие, поэтому в эстимейт он скорее всего уложится, если сейчас джунгли не совсем плохими будут, хотя они уже достаточно хорошие. Мне уже нравится лейаут джунглей, который ему выпал. Вот, пятый акт. Займет у нас не больше 15 минут, я полагаю. Спрашивает, почему он не починил шлем. А зачем? Поняли? Мы внезапно возвращаемся назад, потому что нам нужен лиф. Мы покупаем став с дырками. Как бы это ни звучало. И еще один. И уже час позади. Да, уже прошел час. Сколько у него там времени-то, ТВРа? Ну, 16 минут. Но на Ассасине он скорее всего только, разве что, саб 1.25, потому что лучший результат на Ассасине у Тео за 1.25.43. Ну, потому что это не сорок. Блин, каться не получится. Потому что это не сорок. Каллок в ДС Каменти придет? Да, придет. Если не проспит. Я думаю, он не проспит, он ответственный. Что за руны он воткнул в палку? Он воткнул в палку руны, которую фармил на боссах. Нет, мне кажется, спрашивается конкретика. У нас есть 250$, это тир, рау. Это уроны тир и рау. Тир, рау. Лактар, агар. Вот, соответственно, стелф-броня. Это Тал и Эф. И Ти Эйч. ЕДХ. Тал Эт. Я не знаю, это первый год, когда я не видел проблемы, приобретая мою чейн-мейл. В прошлом, обычно, они имели это через машину примерно 12 раз. Даже когда, когда он выйдет, они думают, что это все равно не было. Но, кстати, третий Варкрафт, по-моему, на ЕСА планируется. Да, ЕСА. Да, это тоже марафон. Это европейский спидран-марафон. Он будет через две недели примерно. Если мне, опять же, не изменяет память. На самом деле, как бы не спалиться, что я тоже сморг, но я тебя тоже не вижу в чате. Тебя? Это кого? Меня? Да. Да ну. Ну, вот так вот. Вот, теперь есть. Стойка лучше. Устаса нет, потому что на английском нужно писать. И я точно есть чат. Я только что ответил в ВК. А может быть, нас собралось так много, что мы сломали твич. Ну, вряд ли. Пять тысяч? Сломали твич? Маловероятно. Ну, дай похайпить, что нас много. Кстати говоря, нас действительно много. Это, по-моему, рекорд. Как минимум, для текущего СГДК. Больше зрителей не собиралось. Ну, ты бы так говорил, ты же не всех видел. Ну, я, безусловно, видел не все раны, но, честно, мне не кажется, что в два часа ночи или на какую-нибудь финалку собирается пять тысяч. Но финалку в две тысячи было, при том, что она в восемь часов шла. Так что, не загадаешь. Две, не пять. Две, не пять. Две, не пять. Повтор. Повтор можно будет глянуть на канале Games Done Quake, если вы хотите английский язык. Если вы хотите слушать прекрасный голос Куку Стаса и меня, то повторы будут на канале Golden Split. Ссылка на YouTube должна быть где-то в описании канала. Если вам нужно здесь и сейчас, то в записях твича. Но время придется искать самим. Насчет комментирования ЕСа мы пока не знаем. Так что... Да, это, опять же, нужно уточнять у сэра Аллигатора, будет ли русский рестрим ЕСа. Я очень надеюсь, что да, потому что я хочу покомментировать Варкрафт. Сморк, сморк. Нет, я всегда любил некров. Опять заработал. Всю жизнь играл на некрах. Какую интегру спидранер плохо прошел на прохождение во время стрима. Когда я комментировал хлеб, там у раннера очень-очень все шло не так, как нужно, и он вышел в вовер-стимейт чуть ли не на пять минут от заданных пятнадцати. Но это не прям, чтобы всем очень плохо, всем понравилось, всем зашло. И у нас еще одно достаточно тяжелое место в ранне, потому что узкие коридоры достаточно. Иногда не получается пробегать мимо пачек врагов, приходится их расчищать, даже если не слишком охота это делать. Вернемся, наконец, к обсуждению собственной спидранер. Вот. Находим, безусловно, алтарь. Почти наверняка не будет алтарь с экспой, потому что все алтари на опыт находятся. Не все, но в первом акте гораздо больший шанс выпадения алтаря на опыт. Да, мы уже приближаемся к концу третьего акта, мы идем убивать Мефисто, босса третьего акта. Четвертый акт босс Диабло. Он будет сильно быстрее, и пятый акт от ПААЛ. Его мы фармить не будем. Безусловно. И тем временем час 07 почти, и еще ни одной смертью. Главный герой. Нам везет. Других смертей было много. Марафон лак. Работает. Без иронии. Нет, БААЛ, конечно же, будет. Мы проходим пять актов, поэтому БААЛ будет. Кукустас попытался пошутить про то, что мы не увидим фарма БААЛа. Мы не будем его фармить. Да, я имел ввиду то, что мы не будем фармить как первого босса, так что переживайте. Все боссы и будут. Нет, первого босса мы тоже не фармили, мы фармили графиню, которая... Босс с квестовой, но не босс первого акта. Но я имел ввиду квестовый босс. Нет, по-моему, фарма Диабло тоже не будет. У нас уже все есть. У нас есть уроны, у нас есть лиф, у нас есть стелс. Нам больше не нужно никого фармить. Нам нужно просто убивать. Почему раннер сидит в кольчуге? Потому что это какая-то отсылка или локальный мем, но в общем, это в любом случае весело. Снова читают донаты. Ради чего он фармил на первом уровне? Во-первых, ради экспы, во-вторых, ради четырех рук. Спрашивай, когда предназначительно он скрафтит себе шмот. Он уже... У него уже в руках лиф, и на нем уже надеяться стелс. Он уже все скрафтил. Хорошо предположение, что кольчуга способствует живым чашечкам. Вполне возможно. Но традиция гласит, так что найду способ. Вот этого парнишу нужно убить, потому что он отхиливает Мефисто. Тем мы просто подходим к Мефисто, закидываем его зельями. Заводим его вот сюда, к этому углу. Проходим мимо. И затем мы просто абьюзим наши ловушки. Потому что Мефисто там, по сути, застрял. Он видит нас, он хочет к нам пройти, и не может. А в обход он пойти не догадается, потому что он глупый бот. У-у-у, вы вейпоинты не сделали. Ладно, Близзард-то молодцы. В принципе, я удивлен, что нету огромного большинства гличей. Да, будет спидран только нормала. Да, моргнули, крафт пропустили. Да, это не совсем крафт, а всего лишь ронные слова, но тем не менее. Почему он Д2 проходит не на русском? Потому что он сам не русский, и это мероприятие происходит. Мы лишь русский рестриим. Но уже не лишь, а нас много. Целый русский рестриим. Целый. Пошли гениальные вопросы в чате, почему он не русский. Повезло. Или не повезло. С какой стороны посмотреть. Новодонаты. Насчет вот этого миллиона вопросов про, что за цифра внизу справа и что это за доллары. Это благотворительный марафон, на котором собираются деньги в фонд «Врачей без границ», который позволяет помогать в всех разных местах. И все эти деньги пойдут на благотворительность. Но на этот рестриим, если вы задонатите, они не пойдут на благотворительность, так что донатите прямиком на ГДК. Ну, либо, если хотите, улучшить качество, прямо сюда, но оповещений не будет. Хороший вопрос. В чем суть, почему челики 150 тысяч сидят и смотрят игры на Сегу? Вот, Куклус, почему ты смотришь спидранер? Ну, потому что я спидранер. Я, кстати, не знаю, как это объяснить с точки зрения, почему, но мне это интересно, потому что я тоже прохожу игры на скорости. Да, пояс снимает, чтобы все зелья упали ему в инвентарь. Какие-нибудь баги? Нет. В конкретном багах в самом Diablo 2.